друзья всем привет вы снова на канале роман go я кстати сейчас нахожусь в походе и в конце видоса вы узнаете как я сюда попал а также посмотрим с вами мою новую крутейшую палатку помните мою маленькую мозгу кэрол в связи с тотальной распродажей всего моего имущества движимого и недвижимого она тоже попала в объявление покупал я ее пару лет назад просто по приколу хотелось как-то мощно ворваться на youtube купить какую-то необычную машинку маленькую или большую неважно желательно за недорого конечно и вот 39к и она у меня в кармане потом я начал с ней экспериментировать кому интересно там сверху будет плейлист со всей той дичью что я с ней делал потом она отошла на второй план но по району на ней двигаться всегда было удобно такие короткие поездки там до пяти километров на ней в принципе было комфортно на длинные расстояния конечно там уже это не очень так все гудело там ну и все равно такая маленькая как картинг по сути но помимо продажи самой машины продажи еще подлежали номера с нее причем сначала продать нужно было именно номера потому что так проще с оформлением с перевесом с этим и так блатные номера или красивые номера или как угодно можно называть я знаю что по-разному люди к ним относятся кто-то пренебрежительно кто-то ими восхищается кто-то еще что-то думает я скажу так вот лично мое мнение красивый номер на машине это как просто элементы стайлинга элементы экстерьера так скажем как красивые колеса например или как спойлер красивый да который именно в тему также и буквы на номере и цифры на номере они в принципе при определенных сочетаниях смотрятся и довольно таки красиво согласитесь много читал мнений в интернете по красивые номера но мне интересно узнать что и думают именно мои подписчики ребят напишите пожалуйста кто может кто-то похвастается своими сочетаниями букв цифр кто-то может быть скажет что бесплатно бы себе не взял допустим какие-то номера жду ваших мнений другой вопрос платить ли за них если платить то сколько кому-то за коньяк достанутся кому-то еще за что-то достанутся забегая вперед скажу что номера с этой машины мне достались абсолютно бесплатно без всяких знакомых у меня нет ни одного знакомого в гаи и сейчас я вам расскажу как это случилось когда я начал ездить на машине вообще если честно я хотел ездить с каким-то красивым номером ну не знаю не обязательно какие-то серии специальные там и так далее просто чтобы красиво было сочетание цифр ну а если букв то было бы вообще круто и первый свой номер я решил заполучить следующим образом я купил машину это была волга какая-то 29 наверно или какая вообще адский аппарат доехал на ней от бердска до новосибирска два раза чуть не развернула меня по дороге практически бак или пол бака бензина там за 30 километров я точно сжег у меня до сих пор с этой волги в гараже там ящик из-под инструментов очень удобный там еще куча ништяков с ней было там колеса и так далее короче за 27 взял волгу перевесил себе номер и потом я ее продал то ли за 20 около 20 то ли чуть больше 20 вот ну плюс какие-то ништяки еще отдельно продавал там по мелочевке что-то села у меня в гараже прокатался пару лет с ним и потом я его продал за 25 тысяч только не помню перевес на мне был или нет вот если честно не помню на mazda номер значит у нас в регионе вся четвертый регион 154 новосибирск частенько начали попадаться в гаи серии с одинаковыми буквами то есть сначала начали выдавать ккк но тогда я как бы узнал об этом но ни один мускул тогда не дрогнул на моем лице ккк ну как-то не очень в общем я хочу себе номер ккк особенно какие-то движения ради этого совершать вот окей ладно потом начали появляться ххх или 3x а для меня она намного привлекательней и я как такой этот прошаренный чувак начал искать и узнавать где они чё не узнал в итоге что их выдают эту серию выдают в городе куйбышев это новосибирская область 350 километров от новосибирска ну что для меня 350 километров вы сами знаете как это там паршивые собаки 100 верст не крюк и для меня 350 верст не крюк соответственно беру попутчиков и туда если в новосибирсе серию с одинаковыми буквами выдают там буквально кккк за пару дней раз разлетелось вообще то есть там все продавцы тюльпанов на 8 марта все продавцы этих флажков и наклеек можем повторить на 9 мая они все были там мы и соответственно такие как я тоже были там а вот в куйбышеве эту серию ххх выдавали наверное полгода около полугода и за это время я поставил порядка шести машин на учет которые пригонял на продажу то есть это во первых был плюс к продаж половина где-то людей они любят красивые номера то есть но и как бы это приятный бонус был в любом случае к машине второй плюс что на халяву я зажулил себе пару номеров пару цифр которые мне более приглянулись номер с мазды зеркалка это вообще просто бинго мне просто повезло реально это просто в общей очереди я приехал и причем там ситуация такая была я приехал то оставить тачку на учет и там в договоре какая-то фигня была а инспектор видимо уже видит цифры а себе они я так понял там какая-то у них карусель что-то себе они не могут там какие-то зеркалки вот эти там помощи как мне сказали по слухам там одна или две зеркалки всего им пришла им в куйбыш короче скрипя зубами мне сказал там что-то исправить ручкой там той же договор писал естественно я все исправил я получил изверкалку с этой истории серия 3x а я продал номер кажется 370 или что-то типа того за 25 тысяч там помню точно был перевес на мне по цене перевеса сейчас подробнее еще остановимся один номер у меня сгорел в гаи потому что просто надоело его перевешивать с одной машины на другую и как бы какой-то 607 что ли 607 х х х да я его хотел на бэху повесить но блин прокрастинация не дала мне поехали в гаи к сожалению за сколько же я решил выставить номер на мазду короче где-то около 50 тысяч у меня такая цена сформировалась выставил я ее за 50 тысяч номер куда выставил опять же на площадках там авито и улава насколько я понимаю там нет таких рубрик выставил значит в тематические группы в контакте около пяти штук там от 1000 там подписчиков да там не знаю до 20 лет ну в общем более-менее который нашел крупные везде выставил но я как бы и машину и номера то есть машину и номера я за 100 выставил номера отдельно за 50 такой порядок цен и что вы думаете в принципе он много было сообщений там за 30 но там есть люди которые короче которые занимаются именно перекупством вот этих номеров перевесом у которых есть свои тачки и специальные которые еле стоят на ногах но с легкостью проходит осмотр в гаи сверху номеров там начали мне предлагать и 30 и 20 из 40 ну я думаю как бы особо торопиться некуда пандемия еще вся впереди была это было весной короче настоял на своем 50 тысяч рублей и вот одно из сообщений мне пришло от реального покупателя то есть который человек просто купил себе хорошую машину она у него вторая и хочет на нее повесить красивый номер 50 тысяч рублей он был готов заплатить причем 50 тысяч рублей плюс все расходы на перевес за его счет по перевесу как происходит перевес у меня номер висит на машине я якобы продаю машину этому человеку пишу на него договор купли-продажи заключаем он идет регистрирует на себя этот автомобиль тут же он делает сохранение номеров с заменой то есть платит еще пошлину и потом он продает мне его назад а я в свою очередь потом ставлю его на себя но так как я собрался продавать я на себя не стал ставить на учет то есть получается что у нас подведем итоги 2 пошлины по 850 либо если по через госуслуги по 1995 плюс страховка то есть человек который ставит на учет ему нужно страховку то есть можно конечно какие-то липовые там еще не советую ребят связываться этой херней потому что можно прилипнуть что делаете просто берете делаете на три месяца страховку без доплат именно в офисе грубо говоря там вот в рису я делал без всяких очередей без всяких дополнительных плат там за действия делают страховку делаете страховку на три месяца что-то ну на эту мазду естественно там она в районе 1000 там я на год там за 2000 делал или 2 300 что такое то есть она три месяца идет колокс коэффициент 05 и получается в два раза дешевле за тысячу и после регистрационных действий в этот же день идете возвращаете по лесу вам возвращается стоимость минус 23 процента ну и за один день там денег ну и потом если бы я оставил на учет там около 850 рублей госпошлина моя бы составила ну и как бы страховка она бы моя и сохранилась то есть она же на вин код выписывается и есть еще один вариант если допустим я собрался продавать госномер продал машину а при продаже номер оставил на сохранении в гаи тогда придется делать наоборот то есть человек на меня переписывает свою машину мы пишем договор я соответственно регистрирую и я соответственно делаю страховку потом я сохранение то есть это именно в том гаи где номера лежат я сохранение достаете номера вешаю на машину это вторая госпошлина и потом я продаю ее обратно человеку и потом и потом он просто регистрирует без замены номера да слушаю но состояние на ходу так скажем мотор масло не есть но чтобы в хорошее состояние привести машину менять надо я это и делаю руль для гаи есть на регистрацию там покупал я до маздовский руль но на грузовика правда но до заранее звоните договоримся на маздочку на мою красавицу на мою малышечку нашелся покупатель тоже достаточно быстро уезжает моя мазочка сразу на заправку и тоже так как это очень дешевый сегмент автомобиля напомню там на мотор был 066 кубиков как на мотоцикле коробка автоматическая трехступенчатая вес около 600 килограмм плечиком ее можно было приподнять когда где-то там забуксовал посоветовался с коллегами по цеху и мне посоветовали ну а чё бы тебе не выставить ну подороже выставить как для изучения рынка выставил я в 70 я вставлю скрин объявления в итоге продал я ее значительно дороже чем 50 тысяч сюда опять же вставлю потому что честно я сейчас сидя в лесу не помню уже дело было месяца полтора назад опять же такой момент ездил на ней два года это кстати самое долгое что у меня была машина то есть максимум у меня машина то есть на продаже или там для себя или сам ездил там максимум в общем у меня машина держалась год эта машина держалась два года просто бинго ездил горе не знал и вот после покупки где-то через неделю через две мне человек звонит говорит машина это никуда не трогается никуда не едет чё за фигня включая передачу машина не едет с коробка или чё с чем проблема блин вот ни разу такого не было она всегда ехала она стучала бренчала там я говорю она такая как картин короче но она ехала всегда и везде расскажите вы там звонили что-то у вас не получилось не трогалась машина что что это случилось привод сломался привод сломался и чего поменяли реально реально вот у меня с приводами вообще ничего не было никаких проблем короче парни жду в от вас в ваших историй про номера про цифры по про буквы про какие-то серии в ваших регионов ну а дальше поход с роман гу погнали чтобы вы думали у меня вновь возникли проблемы с колесом она не то чтобы совсем прокололась но почему-то воздух уходит хорошо что у меня есть с собой насос но хватает буквально минуты на три движения конечно же есть вообще комарья вообще надеюсь когда потом с меня высохнет не так мне будут доставать им примут до своего фу я примечтаю сам москитной сетки из палатки я правда не знаю как там чудо остается как че устанавливаются их прям чуть штук 40 хотел сказать человек 40 радует что я не не сильно далеко от дома то отъехал на первый раз от города смысле километров 10 на максимум что буду искать здесь место не ну конечно красотища здесь надеюсь если не упрут ни в какой же к коттеджный комплекс со шлагбаумом и с забором ну вот пару минут прошло и все и я снова пешком идут смотрю здесь много дров пенечек может быть где-нибудь здесь мне остановиться видите сад там вам автомобильная дорога и она не перегорожена особо не хочется чтобы сейчас совсем-то на шоссе останавливаться чтобы тачки тут ездили допустим куда-то охота в сторону опять же в сторону отходят и тут трава уже трава мурава там вообще поляна добренькая но там реально это как на виду зачем вот так собирают уже не первый раз вижу здесь такую а это типа кто-то там сидел прятался что все равно дождь попадает непонятное какое-то укрытие уже второй раз такую конструкцию здесь вижу хожу короче сушу майку дышу свежим воздухом бегают комаров он за мной роется сейчас маленько майки подсохнет все можно будет день тормозиться блин хожу уже полчаса майка все еще мокрая вообще-то вот здесь идеальное место и для палатки и для всего тут вот дорога сразу идет вроде никого здесь нет тишина короче вокруг не души где тропинки здесь везде ягод полно то есть делаю вывод что здесь трафик не особо большой и решил короче разбивать лагерь здесь не буриться куда-то там в кусты какие-то ну потому что полазил здесь буквально она вот в радиусе километра такая ситуация то есть дорога вот эта автомобильная она разветвляется он туда поехала туда туда и где бы ты более-менее место не нашел ты все равно возле той дороги оказываешься или возле той то есть особо никуда здесь не спрячешься поэтому ну чё я думаю все равно до утра надеюсь перекантуюсь как-нибудь вел пристегнутом одно колесо может палатку засунул по девушке не это не своруют меня здесь не было не обкрадут ну здесь здесь можно кастрик пожечь немного получается вот здесь это где-то сейчас освобождаю площадку от шишек от всяких вещей которые будут впиваться меня итак значит палатка состоит из такого так называемого футпринта подстилка я уже эту штуку использовал вместо покрывала знаете пляжного такого пару раз уже расстилал один раз в лесу и один раз вот на пляже до этого у меня было дело которое стыбзил на перелете в турцию в самолете такое знаете которые там дают погреться в самолете но эта штука гораздо больше весит столько же ну правда то она такая как бы на ощупь не такая приятная как одеяльце значит такие колышки алюминиевые они вот такие знаете как будто вкручивать маленько у них типа резьба такая есть со светоотражающими элементами вот эти шнурочки в общем все красиво самое желанное то что я хочу сейчас я даже ни разу и не распаковывал как купил самое желанное что я сейчас хочу сделать это москитную сетку натянуть хотя бы вот такую на лицо а кстати моски . тут повесил вот так и гуляешь так далее вот такой идет скелетик очень легкая вся вот эта конструкция вообще ничего прям не не весит так как-то его надо сейчас все значит на магнитиках вот так просто это ждите а на коле уже итоговую конструкцию здесь вот такая консоль amazed ну чё как делать-то так Так, тут справится даже ребёнок. Да, вот здесь что-то. Во, прям натяжечка пошла. Вот этим последним движением я прям натянул её. Так, закрываем пока. Ну всё, вот это полностью сеточка. Вот здесь только идёт ткань. Ну и под дном ткань. Это всё сеточка идёт. Тут что-то ещё, это, наверное, для тента. По идее, дождя не будет вообще. Может тент нафиг не делать, не ставить. Хотя можно и поставить для пробы. Посмотрим, что с тентом. Цвет не девчачий, сразу скажу. Ну всё, значит, по периметру везде. Вдел я вот эти штуки сюда вот. И сейчас, я так понимаю, можно, конечно, вот это всё не крепить, вот это можно не растягивать. Да, ветра тут никакого нет. Мне ничего здесь не угрожает в этом плане. Вентиляшка. Как-то тут открывалась, вроде я видел. А, вот здесь. Вентиляшку сразу сделаем. Ну, вот эти, я так понимаю, есть тамбуражи. Тут по-любому надо что-то сделать. Как-то здесь, как это всё делается-то? Чтобы не висело. А, ну здесь одну, наверное, надо через вторую заходить. А вот так, когда замок застегнём, оно и вот так будет натянуто. Ну, всё, примерно вот такая палаточка получается. В натуре хайк. Здесь, конечно, щели вот такие. Всё вентилируемое здесь. Вот, видите? Здесь щели, щели везде. Так, у нас первые гости, кажется. Да, вон на квадрике катаются. Блин, ну чё поделать? Делать нечего. Будет, может, раз в два часа здесь кто-то проезжает. Да, скоро стемнеет уже, никого здесь не будет, я думаю. Интересно, не страшно ночью в лесу одному? Хотя здесь не так и глухо. Хотя интернет особо не ловит. Один, здесь тамбурочек, значит, под вещички. И второй вон там, с той стороны. Вот у меня есть ремнабор, велосипедная аптечка. Надеюсь, получится. Завтра мне заклеится в полевых условиях. Короче, блин, у меня, я ещё, можно сказать, подготовленный. Ниппель есть, чем открутить, закрутить. Насос есть, аптечка есть. Ну, вот, надеюсь, кольцо разбортуется. Вот, ну и снимается, соответственно, очень просто здесь оно. Вот, и надеюсь, завтра комаров не будет столько, чтобы мне нормально заклеиться. Когда солнце взойдёт, блин, смотрите, как классно здесь. Самолёт летит. Знаете, вот, есть, это, врачи там, да, всякие психологи там, говорят, вот, просто прогулка, 15 минут, что ли, или 20, вот, по лесу. Она как-то, ну, реально восстанавливает. Это не то, что там какая-то религиозная тема, а именно вот по науке. Она реально восстанавливает, там, силы какие-то психологические, что-то типа такого. Просто вот, когда идёшь, смотришь на вот это всё, не про то, как, не на то, как люди бегут, там, куда-то каждый опаздывает и так далее. Когда смотришь, вот это спокойствие лесное, да, оно просто, во-первых, завораживает, во-вторых, оно реально, да, силы такие восстанавливает. Да, вот реально вел, я не знаю, я его как-то пристегну здесь на ночь, наверное, или, я не знаю, как его, может, его в тамбур в тот колёса снять и в тамбур сныкать в тот. Кстати, вот, сейчас как раз и проверим, как думаете, влезет? Есть разные багажники, замудрённые, там, велоштаны, я, конечно, всё это присматриваю, но что-то вот сейчас решил поехать и вот так спонтанно просто сделал, просто в гараже взял кусок ОСБ, четыре дырки просверлил и вот так на резинку всё это просто по Шурику буквально за 10 минут сделал. Я понимаю, что можно всё это фирмовое потом купить, но зачем откладывать на потом? Багажник вот чёткий у меня, топиковский. Кстати, покупал утёски с Новосибирска по Авито, который узнал, который смотрел блог, узнал меня. Привет тебе, Роман, если смотришь. Да нет, смотрите, нормально влез велик, одно колесо, я не знаю, может ещё одно получится. Здесь я поставил такую, смотрите, раму соединил с колесом, поставил растяжечку, чтобы она нормально палаткой держала, как бы каркас, но страховочку такую, чтобы совсем он не валился. Здесь вот, где вот эти все моменты, я целлофан подстелил. Пожалуй, да, разбортирую его сейчас, а то не терпится мне узнать, как я добираться буду вообще домой завтра. Да, монтируется, в принципе, вот так вот рукой, достаточно легко. Пак, пак, пак. Вот найдено и удушка. Всё, клеим. Как раз до завтра лучше заклеиться. Что у нас есть в аптечке? Клей, холпачок. Гайка с болтиком, с шайбочками. Это тоже уже от меня внесение, такое изменение. Зубочистка. Колпачок ещё один, в котором можно открутить. Ниппель. Вот, собственно, заплаточки пошли. Вот такие побольше, поменьше, круглые. Ква. Вот игла ещё тоже такая, как зубочистка толстяной. Круглые, квадратные. Такие. Это уж совсем большая. Это зачищалка, получается. И резинка на ниппель, я так понял. Ну, это когда велосипедный, если сосок. Ну, вот. В принципе, и готово. Сейчас быстро забортую и посмотрю, сказать уже, что-то получилось или нет. Странно, что там, почему прокол такой случился. Что случилось вообще? Как это получилось? Непонятно. Вот так достаточно легко бортуется. 250 качков моим насосом и колесо накачано. Утром уже будет ясно. Кстати, хорошо, что я сейчас заклеил, то неизвестно, что будет ночью. Но ливня вроде не ожидается. Ну, и не знаю, может кто-то придёт, скажет, что здесь вообще нельзя там или что-нибудь типа такого, что придётся сворачиваться и ехать. Сейчас пока светло. Я думаю, разведу костёр. Дров здесь очень много. Яму вот эту раскопаю и там разведу костёр, а потом всё закопаю. И, кстати, мусор здесь кое-где заваляется. Можно подсобрать, походить. Застегнул, значит, велик выдаёт, только вот ручка упирается маленько сюда. Рогатина вот эта. Руль широкий сильно. Напомню, руль широкий стоит, с рогами. Рама L. Что там ещё? Ну и колёса 29. Думаю, такой ямки мне хватит. Рыб... 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 кукушка наяривает вовсе вообще все засыпал костер что и жужжание надоело слушать это пойду в палатку расположусь там еще ни разу не залазил ну вот я тут расположился по длине я метр восемьдесят вот так хватает вообще за глаза насчет подушки тоже не подумал но я планировал рюкзак использовать вместо подушки положу туда все мягкое свернул и он будет у меня подушкой место дофига но я очень доволен палатка вообще просто сказка учитывая то что я просто первый раз я достал из чехла мой талант находить всякие приключения вообще дышь бы просто все ребят спокойной ночи всем всем доброе утро ну чего могу сказать ночевка прошла успешно пол ночи я спал под звон комаров вот в какой-то момент они перестали жужжать и такие вот здесь несколько осталось комаров вокруг но они такие какие-то худые прям такие из вяленькие прям не как вчера прям с кулак там величиной вот но комары кончились остались вот эти ребята смотрите вот эти мопельки просто сейчас они более менее спокойно себя ведут а ночью было такое ощущение что они просто разорвать в палатку к херам просто я не знаю что происходило но они реально просто такой треск стоял вот их тут просто сейчас кишит многие уже спят из них некоторые еще он барахтают что-то куда-то идти пытаются вот полочка смотрите такая опа ой ничего себе там особо это ну так я телефон вложил общем и экран включенный мне освещал всю эту территорию палаточную вот вел так в общем расположился если рогатуру ноуту ослабить и повернуть она вообще выпирать не будет ну и сумку вот эту надо я думаю убрать либо переставить или вообще убрать по длине короче там вот так здесь вот так ну в общем по длине отлично вообще то есть не было никаких у меня средний рост 178 где-то или 180 давно не измерялся среднего роста человек опять же скажу духа ты никакой не было вот этой палаточной знаете с утра когда там дышать нечем и вот вообще вот я сейчас лежу и вот реально и уже тепло и духа ты реально нету то есть она вся вентилируется хорошо так что что где-то дуло здесь ветра в лесу нету тоже не ощутил вот когда было жарко вот реально даже вечером когда только ложился сначала ноги запаковал они реально вариться начали но потому что жарко было это чисто вот от спальника жар все а вот именно окружающая обстановка здесь очень хорошая вот то есть я очень не рад что я не выбрал палатку меньше вот эти знаете то есть этой же фирме натуре хайк продаются очень много палаток spider cloud up еще какие-то там ну не знаю там реально от гробиков таких реальным мизерных да там ну пусть она стоит 6000 рублей да они 9 но там реально я бы вот так не расположился вольготно как здесь более-менее по по комфорту подходит cloud up 2 модель модернизирована значит у нее модернизированный cloud up 2 здесь идет получается также консоль расширяется до через тройник а здесь идет она прямая и здесь жесткое такое сужение и которая у паук какой прикольный сужение идет общем к ногам неприятная очень модернизированная версия она уже идет с тройником в ногах получается но там она все равно уже чем эта палатка потом вот этой консоли нету которая вот эту которая вширь в голове это делает то есть я вот сажусь и ну я реально чувствую себя здесь вольготно как это получается туристическая палатка до которая там переночевал собрал пошел дальше там куда-то смотреть что-то локацию менять а есть кемпинговый к палатке так вот я тут чувствую себя в принципе как в кемпинговый вот но использовать ее как кемпинговую насколько я понял нежелательно потому что вот этот тент он на солнце страдает то есть силиконка вот это силиконовое покрытие он ультра тонкий и он страдает на солнце и если даже кемпить да где-то стоять то тент нужно снимать как бы на день хотя бы вот фляга моя двухлитровая что еще по обзору здесь статья он упа так короче карман это такое надо привыкнуть по кармашкам вот здесь значит кармашек есть и в голове есть в голове и в ногах по кармашку из провизии что у меня есть это орешки вот кишью с клюквой сушеной и это финики чуть-чуть осталось зарядочка и тут я приготовил шапку короче шаров перчатки на случай если замерзать начну я решил так щупать постепенно вот эту палаточную жизнь потому что это лучше как бы немного осмотреться так скажем когда ты мерзнешь когда не мерзнешь чем заболеть сразу в первый поход и как бы вообще потом никуда не ходить значит смотрите сеточка вот так вот петельку здесь просовывается так они реально повсюду эти мотыльки блин за все время я слышал как здесь проезжал кто-то машина какая-то один раз всего костер засыпал вообще тут без шансов было что могу сказать комаров нету сейчас пойду ягоду есть ягоды много здесь какие-то звуки здесь доносятся оттуда собаки какие-то видимо там дома какие то есть изредка какие-то мотороллеры здесь кроссовые мотоциклы гоняют но все равно звуки природы они тоже присутствуют посмотрел же по карте до ближайшей станции метро здесь 12 километров но если вы как-то в обход здесь дорога идет напрямую через лес там меньше 10 я думаю будет так что не недалековато я уехал что-то не так 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 что кстати вот нашел пакет все-таки из своего саквояжа выделил мусор собрал ну как я и говорил его было не особо много вот отдел перчатки собрал ничего сложного нет возьму с собой до ближайшей мусорки там выкину я собираю велик кстати я даже еще не проверял колесо там спускается или нет надеюсь хорошо заклеивать там мотыльки бедные бьются под тентом ну вот так в общем все это выглядит ну-ка колесо не спущено это радует вот этот тент то есть его не рекомендую на солнечных лучах на прямых долго держать мотыльки офигели на от такого солнца они туда залетели а мозгов то не хватает как вылететь как выбрать выбрать так спящие просыпаемся просыпаем же просыпаемся подъем пассажиры блин шумиху создавали мне всю ночь повалялся еще просто без тента с москитной сеткой вообще лепота вид красивый мошка не летит еще радует что все влазит сюда абсолютно нормально то есть я когда большую палатку там четырехместную складывал два раза раскладывал складывал просто когда и сворачивал я я думал что нереально туда назад все запихать но все влазило там тика в тику прям чуть ли не нитки трещали тут же вот как бы она про просто спокойно влазит ну естественно можно еще это все утянуть при необходимости уже после помещения в чехол короче сейчас такой момент произошел хорошо что велик спрятал начал собирать все вещи все разложил и обнаружил что у меня не хватает двух резинок такая была резинка еще были две оранжевых который которым я все это скреплял нету нигде просто нигде ладно бы ну где-то я мог забыть да допустим вчера в темноте но их просто нету они исчезли видимо где-то чуть подальше от палатки лежали и все стыбзили хорошо что вот у меня есть этот трос им воспользовался но и вот одной резинкой который на которой висел велик как раз у у меня есть как бы эти резинки в гараже дофига я сейчас на целый пакет но блин вот здесь они мне нужны и были дружище ну вот и подошел к концу мой поход спасибо тебе огромное что досмотрел до конца жду мнение в комментариях по поводу формата то есть я сейчас планирую заниматься иногда туризмом то есть стоит ли совмещать или стоит ли отдельно делать эти ролики то есть либо допустим вам и так и так классно будет жду от вас вашего мнения всем пока